Большое спасибо, уважаемые коллеги, за возможность выступить. Ну, Никита Александрович, так сказать, в какой-то степени немножко меня подвёл, потому что он не рассказывал про все те подтипы, о которых мне хотелось его услышать, чтобы на них опираться. И тем не менее попробую теперь я говорить о лекарственной терапии в контексте той классификации, которую сделал Никита Александрович. Ну вот как мы видели раньше колоректальный рак, по крайней мере, я как его видел, я его видел как вялотекущий, агрессивный, и что-то где-то посередине. Ну, агрессивный вариант рака, вернее, сейчас, секунду, тут у меня закрывает почему-то половину вялотекущий вариант рака, это вариант рака, где действительно основное – это хирургия. И в основном это пациенты л-негатив, где обычно большая первичная опухоль, маленькие метастазы, длинный безрецидивный интервал. И, в общем-то, химиотерапия, вообще любая лекарственная терапия должна у этих пациентов быть, скажем так, оставаться напоследок, её надо резервировать. И, в общем, зачастую нам основное – это именно хирургически надо заниматься удалением метастазов. Агрессивные варианты. Вот это как раз оппозитная ситуация, где мы… Я не буду зачитывать все клинические характеристики, которые здесь перечислены, но основное, мне кажется, здесь такое, что хирурги не хотят оперировать этих пациентов с самого начала, потому что они представляют себе, что это практически бессмысленно. Вот если хирурги считают, что это не надо делать, то, наверное, мы имеем дело действительно с очень агрессивным течением рака, где обширное метастатическое поражение в отсутствии чаще всего кишечной непроходимости или каких-то других проблем, связанных с опухолью. И, так сказать, это действительно тут химиотерапия, хотя иногда немножко помогает, но в целом пациенты достаточно быстро переходят в рефракторную фазу, и, к сожалению, дальше уже идёт симптоматическая терапия. Ну и пациенты, которых большинство, это пациенты с умеренным таким клиническим течением, где и химиотерапия применяется, и хирургия, и метастазы к томе, и, в общем-то, эффективность химиотерапии является суррогатом эффективности хирургического лечения. То есть у химиочувствительных пациентов оправдано проведение химиотерапии хирургического лечения. Но вот современные классификации, к сожалению, не очень отражают клиническое течение заболеваний, поэтому, собственно, и встал вопрос о том, что-то надо с этим делать. Ну вот было, допустим, совсем недавно, уже в этом году опубликовано в Джамме вот такой подход. Давайте, ребята, посмотрим наличие, отсутствие драйверных мутаций. В зависимости от этого посмотрим выживание. Пациенты с микросидлитной стабильностью и добавили теперь два позитивных пациентов, у которых, если использовать таргетную терапию, то выживаемость тоже может быть очень хорошей, хотя таких пациентов всего 2-3% от всех. Ну и классификация Никита Санча, которую мы вместе обсуждали, разрабатывали, она состоит из таких вот рукавов, среди которых есть правая половина с агрессивными типами, левая половина с агрессивными типами, есть, так сказать, группа пациентов с микросателлитной нестабильностью, это целая там когорность четырёх подтипов. И, в общем, мы попробовали разделить и попробуем сейчас представить себе, как течёт химиотерапия в зависимости от этих подтипов. Ну возьмём вот правую половину и брав мутированных больных с глубокой инвазивной опухолью, Никита Саныч не стал заостряться на их гистологии, на их иммуногистохимии, тем не менее она в какой-то степени особенная, и вот здесь это описано. Что мы имеем у этих пациентов с правой половиной в отсутствии микросателлитной нестабильностью с наличием мутации генобрав? Мы имеем низкую эффективность химиотерапии, и здесь, пожалуй, три плеты, где все препараты используются, надо применять в первую линию. Таргетная терапия, может быть, антиангиогенная терапия. Если мы говорим о, так сказать, эффективности, вот это одно из исследований, исследование ТРАИБ, где сравнивалась эффективность тройной химиотерапии против двойной, и мы с препаратом Вивоцизумаб, и мы посмотрим медиану общей выживаемости, мы видим, что общая выживаемость, в общем-то, увеличивается благодаря триплету в первой линии терапии по сравнению с дуплетом. Если мы говорим о таргетной терапии, то мы понимаем, что таргетная терапия во второй или последующей линии, безусловно, имеет преимущество перед любой стандартной химиотерапией. Любая стандартная химиотерапия имеет медиану выживаемости менее полугода у этих больных. Тогда как, если мы используем таргетную антибрафтерапию, то, конечно, это улучшает прогнозы те больных. И, в общем, у меня перестало переключаться. А, вот теперь переключается. И, в общем, мы на сегодняшний день имеем три варианта таргетной терапии. В Российской Федерации доступны вот эти левые два варианта, доброфениб, трометениб, цитуксимаб или понитумаб, и комбинация на основе вемурафениба и рентекана с туксимабом или понитумабом. Ну, наверное, со временем будет ещё третья комбинация. Теперь, если мы посмотрим пациентов Олдегатив с правой стороны, и таких мы видим два типа. Один, возможно, с ПТН или, так сказать, 5-3К активированным путём, другой с П53, о котором говорил Никита Александрович. И посмотрим эффективность химиотерапии в зависимости от того, какой вариант дополнительной таргетной терапии мы будем применять. Или цитуксимаб, что, в общем, как бы формально оправдано, потому что эти пациенты вроде бы с диким типом рас. Или бевоцизумаб. И здесь получается очень интересная картина зависимости эффективности химиотерапии плюс таргетной терапии в зависимости от так называемой сайдности, в зависимости от стороны. И если мы посмотрим на графики выживаемости, то мы увидим, что с правой стороны, если мы используем цитуксимаб вместе с химиотерапией, то мы имеем наихудшую общую выживаемость, которая составляет 25%. 25 месяцев медиана. Если же мы возьмём левую половину и будем использовать у больных с диким типом цитуксимаб, то мы имеем 40 месяцев общую выживаемость. А с бевоцизумабом мы имеем что-то посередине, причём, опять-таки, левая половина лучше, чем правая половина. Таким образом, у нас получаются такие 4 ветви, которые зависят от половины, несмотря на то, что это все пациенты без вроде бы, казалось бы, исследуемой драйверной мутации. Теперь мы возьмём пациентов с микросателитной нестабильностью. И здесь, пожалуй, мы можем в какой-то степени объединять пациентов с наличием мутации BRAV и пациентов в отсутствии мутации BRAV при наличии микросателитной нестабильности. И вот такие вот три подтипа здесь у нас есть. BRAV мутированный MSI и BRAV не мутированный MSI. Что мы имеем? Мы имеем сегодня очень хорошие результаты по эффективности иммунотерапии. Вот на примере неволумаба и пилибумаба или неволумаба мы имеем очень хорошие кривые выживаемости как без прогрессирования, так и общие выживаемости. Что стоит отметить? Что комбинированная иммунотерапия несколько более эффективна, чем моноиммунотерапия. И вот в этом году были представлены данные по первой линии, где препарат пембролизумаб сравнивался с химиотерапией по выбору врача в первой линии терапии. И что мы видим? Что иммунотерапия более эффективна, чем химиотерапия в первой линии. Причём это в первую очередь и за счёт общей частоты ответов, и самое главное, за счёт более продолжительных ответов на иммунотерапию. Буквально несколько недель назад на АСКО были доложены первые результаты по общей выживаемости, и мы видим, что общая выживаемость лучше у пациентов, которые получали иммунотерапию с микросателлитной нестабильностью. Но что самое интересное, мы видим вот этот иммунотерапевтический перекрест, и о нём я скажу чуть-чуть дальше. Если мы говорим о комбинации эпенива в первой линии, то опять-таки мы имеем у пациентов с МСАЙ достаточно хорошие результаты по общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования. Но если при микросателлитной нестабильности есть мутации гена КРАС, и сегодня Никит Саныч об этом говорил, то результаты по выживаемости без прогрессирования именно в этой группе они оказываются хуже, чем у пациентов, у которых дикий тип КРАС или НРАС. И если мы посмотрим, с какой стороны эти результаты хуже, то опять-таки левая сторона. То есть если мы говорим о том, что где у нас есть сочетание КРАС или НРАС мутации, то это в первую очередь левая половина, и здесь иммунотерапия в первой линии как раз и не достигает своего результата. Вероятно, поэтому мы имеем резистентных больных несколько больше в группе первоначально при проведении иммунотерапии. Ну и, соответственно, часть больных по сути не отвечает на терапию, и это пациенты именно с мутацией КРАС. Теперь если мы говорим о левой половине, которая больше всего встречается, и мы говорим об раке ободочной кишки, но в том числе и верхние отделы прямой кишки, то здесь, если мы имеем классический тип развития рака, то мы имеем раки, которые развиваются из тубуловелезной аденомы, и раки, которые развиваются из зубчатой аденокарциномы. И это в какой-то степени разные раки, потому что из зубчатой аденокарциномы, по всей видимости, мы имеем более агрессивные варианты рака с так называемым мезонхимально-стромальным переходом и с большими размерами первичной опухоли в самом начале. То есть мы имеем с самого начала более агрессивный тип опухоли. Что нам использовать химиотерапевтам в этой области? И, по всей видимости, ответ есть, потому что в исследованиях, которые сравнивали тройную комбинацию химиотерапии с бевоцезумабом или двойную комбинацию с химиотерапией с бевоцезумабом, именно преобладают пациенты с опухолями левой половины толстой кишки. И мы видим, что тройная комбинация несколько более эффективна, чем двойная комбинация. И в метаанализах подтверждают эту теорию о том, что тройные комбинации лучше с точки зрения общей выживаемости. Таким образом, можно сделать такой общий вывод, что при левой половине, при наличии мутации рас, в каскаде рас или брав, оптимально использовать триплет, фолфоксир или фолферинок, как угодно можно называть, с бевоцезумабом. Вторая и дальше какую-то поддерживающую терапию. При этом вторая лигия у этих больных, и мы это видим химически, очевидно, имеет очень низкую эффективность. Поэтому, конечно, есть весь смысл вложиться именно в первую линию терапии, и это приводит к увеличению общей выживаемости. Но, может быть, у какой-то части высокочувствительных больных появляется шанс на хирургическое лечение. И теперь перейдём к больным, так называемым «all negative», которые в основном встречаются с левой стороны. Они могут быть как индолентного, так и более агрессивного течения. Но, в первую очередь, мы говорим о индолентных больных. И здесь, конечно, чем мы более точно определяем отсутствие мутации в каскаде генораз, тем большее влияние оказывают антивИГФР, моноклональные антитела. Но, опять-таки, если мы посмотрим самое первое исследование, Crystal, в котором фолфири использовался вместе с цитуксимабом или без него, и посмотрим влияние комбинации, комбинированной терапии цитуксимаб плюс фолфири, то оставное влияние как раз наблюдается именно у больных с левой половиной толстой кишки «all negative», без мутации «рас» и «брав». А с правой стороны мы видим, что нет улучшения по выживаемости без прогрессирования. И то же самое касается общей выживаемости. Только с левой стороны мы увидим дельта в общей выживаемости порядка 7 месяцев, а с правой стороны нет не только увеличения выживаемости, но, возможно, даже ухудшения выживаемости. При этом мы имеем саму по себе правую половину среди «all negative» существенно хуже, чем с левой стороны. Если же мы посмотрим, опять-таки, вернёмся к исследованию FIRE3, в котором сравнивалась эффективность цитуксимаба в фолфири, бивоцизумаба в фолфири, то мы увидим, что в целом несколько лучше с точки зрения общей выживаемости эта комбинация с анти-GFR-моноклональным антителом у пациентов с абсолютно диким типом RAS, то есть это «all negative» пациенты. Это достигается общей выживаемости за счёт более глубокого ответа на терапию при применении анти-GFR-моноклонального антитела. Но опять повторяется то же самое. Именно с левой стороны мы увидим увеличение общей выживаемости, и дельта составляет 10 месяцев, тогда как с правой стороны это в пользу бивоцизумаба, а не применение цитуксимаба. И такие же точно данные по исследованию CLGB, где мы тоже видим, что только при левой половине толстой кишки мы имеем пользу от применения цитуксимаба по сравнению с бивоцизумабом с точки зрения увеличения общей выживаемости. Таким образом, если мы попробуем применить ту клиническую картину, которую мы имеем, агрессивные, велотекущие, умеренные типы рака, и попробуем разделить то дерево, которое создано, мы видим, что среди агрессивных типов мы видим правая половина с браф-мутацией, с глубокоинвазивной опухоли, левая половина — это крас-мутированные, браф-мутированные опухоли с наличием мутации P53, которая развивается из зубчатой аденомы, вялотекущие типы. Безусловно, это MSI справа, без каких-либо мутаций, и его аналог — это синдром Линча, и левая сторона — all negative. А вот посередине у нас оказывается правая половина — all negative, с правой стороны — пациенты с микросателитной стабильностью с наличием мутации гена Браф, который возникает из зубчатой аденомы, левая половина — с микросателитной нестабильностью, с мутацией крас, и опухоли левой половины, у которых есть мутация крас, которые развиваются из тубуловелезной аденомы. Ну и часть больных — all negative с левой стороны, которые имеют мутацию P53. И если мы себе попробуем представить медианы общей выживаемости вот к тому дереву, которое мы нарисовали, то мы видим, что, в общем-то, есть отличия. Мы ещё, конечно, не до конца знаем медианы общей выживаемости у больных с микросателитной нестабильностью, потому что терапия очень новая, и многие больные ещё продолжают жить. Но, тем не менее, мы понимаем, что если мы не рассматриваем больных с MSI, то, конечно, есть очень жёсткая зависимость от половины кишки, от наличия и отсутствия мутаций, и от происхождения опухоли или из зубчатой аденомы, или из тубуловелезной аденомы. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok